Каждый день ходим, лазим по уши. Жители улицы Привокзальная каждый день рискуют жизнью, добираясь до цивилизации. В их забытом местной власти уголке нет пешеходной дорожки вдоль дороги, поэтому двигаться приходится козьими тропами, которые люди прокладывают сами. Зимой по сугробам, летом прямо по обочине. Тротуар, который раньше вел к старому вокзалу, разрушен, и ответственные лица делают вид, что его и не было никогда. Пешеходка, которая всегда здесь была и была отделана, это проезжая часть, тротуаром и бордюром, все это после последнего ремонта дороги, все это укатали заедино. Я так полагаю, сэкономили деньги на обозначение по ребрикам пешеходной зоны. Все, мало того, ее сейчас и снегом засыпают. Понятно, нет денег на восстановление. Могут люди уже не первые десятилетия ждут, ну хотя бы снег убирать и обеспечить пешую доступность. Я вообще не могу понять, почему. Не с этой, не с этой стороны людям негде ходить. Светлана Бегутова старшая по двум домам на Привокзальной. Ей не безразличны школьники, которые вынуждены ходить в школу прямо по дороге, пенсионеры, бредущие за продуктами на базу, мамы с колясками, пытающиеся разъехаться с машинами. Поэтому и обращает она внимание на проблемы, озвучивая их чиновникам. Вот последняя встреча с представителем администрации была. Они сказали, что вообще у них нет в планах этой дорожки никакой. И как это сделать, архитектура не в курсе. Хотя всю жизнь люди, когда строился вокзал, наверняка все это было бы предусмотрено. Где-то в документах градостроительных должно это быть. Да даже если это нет и утрачено, это все очень легко восстановить. Это единственная пешеходная дорожка не по рельсам. Рельсы, проезжая автомобильная, пешеходная. Все. Тут нет других вариантов. Здесь больше нигде ничего никак не обойдешь. Чтобы откреститься от назойливой активистки, чиновники и ответственные лица даже что-то делают. Но результаты их работы не приносят. Вот, к примеру, попытались отградить пешеходную зону в одном месте от проезжей части. Поставили бетонные блоки. Но сами же засыпали их снегом. А теперь не знают, где они. В итоге почистить снежные завалы невозможно. Я и раньше об этом писала. Ну, по крайней мере, раньше это объясняло, что не было денег. Сейчас централизованные деньги выделяются на пешеходную зону, на проезжую часть. Почему не поучаствовать? Не могу объяснить. Зачем бросили эти блоки на пешеходную зону? Опять не могу понять. Под зиму. Под зиму. Летом хоть их видно. Сейчас их даже не видно. Даже если пустить скрепер, он его просто свезет с места. И такое отношение во всем. Просила Светлана рассмотреть вопрос о том, чтобы возле остановки не оставляли транспорт. Отреагировали. Но тоже лишь бы, как говорится, отмазаться. Это знак. Для кого его повесили? Знак. Чтобы только отмахаться от моих просьб, чтобы обеспечили порядок на проезжей части. Машины, которые заезжают якобы на прилегающую территорию, они его даже не видят и не знают о том, что там остановка запрещена. Поэтому все машины туда-дальше будут стоять. Здесь и зимовать, и весновать. Осенью провели все. Полностью на ней стоят. Там несколько машин на пешеходном тротуаре. На предполагаемом пешеходном. Остановка тоже самая. Впритык машины. К остановке не подойти ни с какой стороны. Людям просто негде даже ожидать. Они ожидают все это на проезжей части автобуса. Остановки в сугробах – это тоже боль местных жителей. Вот одна из остановок. И даже после моего обращения в группу по благоустройству города решений никаких нет. Никто не шевелится уже несколько недель. Светлана Бегутова получила много ответов и обещаний по поводу организации пешеходной дорожки. И вот недавно получила на очередное обращение еще один ответ, который удивил ее до глубины души. Господин Слоев считает, что именно здесь вся дорога хорошая, и только хвостика не хватает. Не хватает, Александр Александрович. Всей дороги у нас здесь не хватает. И очень жаль, что вы не приехали и воочию не посмотрели. Ну вот и последний промежуток – это и пешеходные якобы дороги. От основной части города до объездной дороги проложили свежую тротуарку, а дальше ее как будто бы нет ни на документах, ни в натуре. Вот она здесь расходится непонятно какими путями. Ее тут даже поверхности нету ровной, чтобы даже в грязь, в слякость пройти, в обледенение. Она под уклоном. Почему здесь все дети и взрослые падают, старики? Жители улицы Привокзальная уже привыкли, что на их район не обращают внимания. Коммунальные проблемы здесь не редкость. Но каждый раз обращаясь в СМИ, они надеются, что их все-таки услышат. Тем более, что почистить снег и сформировать ковшом подобие пешеходки вдоль обочины для большой техники совсем не сложно. Было бы желание, а его как раз и нет.